Аллергия на молоко по распространенности уступает разве что аллергии на арахис и орехи. Она бывает и у взрослых, и у детей, хотя последние достаточно часто ее перерастают. В основе этого вида аллергии лежит нарушение работы иммунной системы. Она расценивает составляющие молока как опасные для организма вещества и соответственно, атакует их, уничтожая, а попутно проявляется классическая симптоматика аллергии. Аллергии на компоненты молока страдает приблизительно каждый 50-й ребенок, у взрослых заболеваемость ниже около 1%, однако даже 1-2% это миллионы людей. Чаще всего возникает аллергия на белки коровьего молока, однако и овечьи, и козьи, и другие виды молока также способны вызвать аллергию. Единственное полностью гипоаллергенное молоко, грудное, если у младенца появляется аллергия на грудное молоко, значит скорее всего, в него попали какие-то вещества из пищи, которую употребила мать. Опасность многих продуктов сильно преувеличена, однако основной молочный белок, козеин, действительно способен проникать в грудное молоко. Всего в молоке млекопитающих содержится более 20 основных белков, на каждый из которых может реагировать иммунная система. Уже названный выше козеин, причина большинства случаев аллергии на молочные продукты, концентрация козеиновых белков в этих продуктах выше, чем во всех остальных, соответственно, и реакция на них возникает чаще. Также нередко бывает аллергия на белки молока, содержащиеся в сыворотке, лактоглобулин или альбумины. Кстати, белки-сыворотки может содержать не только молоко, но и мясо, так что если аллергия именно на них, то, возможно, придется отказаться и от стейков или тартара. В случае аллергии на сывороточные белки пациенту немного проще, при нагревании эти белки распадаются, соответственно, можно пить, например, кипяченое молоко. С козеином это не работает. Самая безопасная составляющая молока – это молочная кислота, но и она иногда становится причиной проблем. Реакция может возникать только на определенный вид молока, а может на молоко всех млекопитающих, кроме человека. Именно поэтому, чтобы избежать аллергии, цельное молоко детям будет достаточно поздно и рекомендуют не менее чем до полугода кормить только грудным. Однозначно следует разделять аллергию на молоко и лактазную недостаточность, эти два заболевания имеют абсолютно разную природу. В основе аллергии – иммунная реакция, когда клетки иммунной системы пытаются уничтожить якобы враждебные организмы белки, выделяя гистамины, именно они и провоцируют симптомы. Лактазная же недостаточность или непереносимость молока появляется из-за нехватки фермента, расщепляющего лактозу, молочный сахар. Этот фермент называется лактазой, его работа состоит в том, чтобы производить из лактозы галактозу и глюкозу, которые затем должны всасываться в кишечники. Если лактаза недостаточна или нет совсем, лактоза остается в организме в неизменном виде. Ее активно потребляют микроорганизмы, живущие в кишечнике, и вырабатывают при этом газ, а также избытки лактозы создают излишнее давление в ЖКТ. В результате возникают метеоризм, диарея, боли в животе и другие симптомы. Частично эти проявления сходны с вероятными признаками аллергии на белки коровьего молока, аллергии на козье молоко и молоко других видов животных. Однако фактически причины лактазной недостаточности не имеют ничего общего с аллергическими реакциями. Впрочем, в обоих случаях определенную роль играет генетика. Скажем, среди европейцев лактазная недостаточность встречается не слишком часто, а среди людей с азиатскими или индейскими корнями ею страдает большинство. Раз уж мы заговорили о том, что может увеличивать риск развития заболевания, уточним это для аллергии. Итак, повышают вероятность того, что у вас или вашего ребенка аллергия на молоко, как и другие пищевые аллергии, реакция на молоко может возникнуть сразу в течение нескольких минут, а может быть отложенной на несколько часов или даже дней. Аллергия на молоко у взрослого в среднем проявляется раньше, чем у ребенка. Непосредственная реакция, проявляющаяся сразу после употребления молока в пищу, может представлять собой, замедленная реакция может выглядеть следующим образом. В долговременной перспективе аллергия может перейти в экзему или астму. У маленьких детей может наблюдаться задержка роста. Из редко наблюдающихся неявных симптомов можно назвать боль в суставах, утомляемость и невозможность сбросить вес, это тоже может происходить из-за молока. Важно знать, что иммунная реакция на молоко может стать причиной анафилактического шока, сильный отек горта не мешает человеку дышать, развивается гипоксия, падает кровяное давление, возможно потеря сознания. В этих случаях необходимо немедленно вызвать скорую помощь, в 10-20% случаев анафилактический шок смертелен. Таким образом, ответ на вопрос, может ли быть аллергия на молоко опасной, однозначен, да может, она может даже убить человека, поэтому шутить с ней категорически нельзя. Если вы подозреваете аллергию на молоко у себя или ребенка, обратитесь к аллергологу. Доктор спросит вас, кроме того, врач может направить вероятного аллергика на кожные пробы, порекомендовать сдать анализ на наличие антител и гей, сделать иммунограмму, провести провокационный тест, принять внутренне много аллергена и понаблюдать за реакцией. Разумеется, если до этого молоко не вызывало сильных реакций, таких как анафилактический шок, рисковать жизнью пациенты никто не будет. В зависимости от того, как проявляется аллергия на коровье молоко, или молоко других животных, применяются различные схемы лечения. В первую очередь исключают все молочные продукты, не только цельное молоко, но и все то, что из него производят. При этом нужно не только перестать покупать молочные продукты, но и тщательно изучать состав абсолютно любой пищи, потому что молоко может быть где угодно. В качестве медикаментозной терапии прописывают антигистаминные средства, сорбенты, помогающие вывести лишние вещества из организма, пробиотики, в случае сильной аллергии, гормональные препараты. Если молоко вызывает аллергию, определенные продукты, скорее всего, нужно будет полностью исключить из рациона, в некоторых продуктах молоко может быть не указано в составе, но тем не менее оно там часто присутствует. Поэтому с ними нужно быть осторожными, также некоторые ингредиенты могут указывать на наличие молочных белков. Это, например, сырный вкус некоторых сняков также может иметь в основе молочные белки. Разумеется, списки эти неполные, так как исчерпывающую информацию по всем возможным ингредиентам предоставить просто невозможно. Со временем вы научитесь вычленять из состава продуктов нужную вам информацию. Старайтесь не употреблять незнакомые продукты в пищу до того, как точно удостоверитесь в отсутствии в их составе того, что вызывает у вас негативную реакцию. Таким образом, если возникает вопрос, чем кормить при аллергии на молоко себя или ребенка, можно ориентироваться на состав продуктов и приведенные стоп-листы. Чем заменить молоко при аллергии? Поскольку реакция чаще всего бывает на белок, подойдут практически любые растительные заменители – соевое, рисовое, овсяное, миндальное молоко. Лучше всего выбирать те их варианты, которые обогащены кальцием и витамином D. Они полезнее для организма. Также кальций можно получить из других продуктов – зелени, кунжута, семян подсолнечника, кураги, бобовых, орехов, с ними аккуратнее, орехи тоже часто становятся причиной аллергических реакций. Хоть это и не относится к меню, при аллергии на молоко нужно смотреть также на состав косметических средств. Они могут содержать, например, сыворотку. В целом с аллергией на молоко вполне можно жить, пищевые ограничения при ней не слишком серьезные, можно есть супы и каши на воде, мясо, овощи, фрукты, пить соки, чай и многое другое. Врач-аллерголог подберет диету, и вы без проблем привыкнете контролировать свой рацион или рацион ребенка с аллергией на молоко. Вот некоторые рекомендации по безмолочной диете для детей. Субтитры создавал DimaTorzok